Документы Казани Дали надежду жителям Больших Клыков на спокойное будущее. Есть вероятность, что двухполосной дороги, которая планировалась в генплане, не будет. Но на этом корректировки генплана явно не закончатся. Экологи Казани не намерены оставаться в тени. Специалисты кафедры природообустройства и водопользования Казанского федерального университета также предлагали свои корректировки и замечания к градостроительному документу. Если наши предложения не были учтены, хотя мы подавали списки территорий, перспективных качеств, опыта, ценных природных территорий, то есть мы подавали списки всех водных объектов, всех зеленых насаждений, для того, чтобы они были учтены. Вот замечание, мне кажется, связано именно с тем, что казанские экологи, ни одна из экологических фирм не принимала активное участие. По мнению авторитетного эколога, профессора Казанского федерального университета, нафисы Менгазовой, генплан сильно урезает возможности для экологического развития города. Документ включает в себя рост зеленого каркаса города на 12%. Однако вся зелень будет прирезана за счет пригородных территорий, тех, которые и так входят в лесопарковый зеленый пояс города. Невольно задаешься вопросом, а что толку, что вся эта территория будет считаться Казанью. Жителям города предлагают дышать зеленью, которая находится за 20-30 километров. Специалист обращает наше внимание на то, что в каждом районе и городе в целом должно быть 40-50% озеленения. По данным университетских экологов, полученным еще в 2007 году, Казань была озеленена на 12-15%, если вместе с кладбищами на 17%. С тех пор ситуация только ухудшилась. Такие цифры однозначно пугают. Степень озеленения внутри города никак не увеличивается. То есть ни одна территория, скажем так, не отдается, там достаточно крупно не отдается под массовое озеленение. То есть наоборот идет уплотнение в части застройки. Чтобы понять всю серьезность проблемы, рассмотрим несколько районов в качестве примера. В авиастроительном районе за Казанским авиастроительным заводом имени Горбунова находится долина древних рек. Сто вот их объектов надо сделать особо охраняемой природной территорией. И нас убеждают, нет, надо обязательно эти дороги строить, надо обязательно связать эти два поселка между собой. Ну извините, два поселка между собой, может быть, вы и свяжете, но зеленые массивы-то при этом пострадают, водные объекты-то при этом пострадают. Территория Новосавиновского района маленькая, население гигантское. По нормативам ему нужна площадь озеленения в три раза превышающая территорию района. Небольшие зеленые зоны вдоль Казанки – это практически все озеленение густонаселенного Новосавиновского района. Кусочек зелени около улицы Сибгат и Хакима уже предназначен под застройку. Кусочек у моста «Миллениум» тоже планируется под строительство. И таких природных территорий, приговоренных к уничтожению по городу, очень много. Вызывают опасения строительство моста через Казанку в районе ценнейших природных территорий, через центральный остров, это напротив дворца водных видов спорта, и через ООПТ, русско-немецкую Швейцарию. То есть вот эта развязка, она вообще совершенно не продумана, то есть она должна в таком случае пройти, к сожалению, именно тогда будет принятый план, и начнется, должна пройти, будет принята через ценнейшие природные территории. Специалисты кафедры природообустройства и водопользования Казанского федерального университета уже отдали составителям генплана на 70 страницах список территорий, которые имеют природную ценность и которые обязательно надо сохранить, а желательно еще и нарастить. Аделья Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс.